Месть Ликвидированный в Москве чемпион мог заказать армянского вора в законе Андо Хромова. За убийство вора в законе преступный мир может мстить очень жестоко. Неожиданная версия убийства прославленного спортсмена в Москве появилась в СМИ, согласно ей, чемпиона по тайскому боксу Ашота Балина могли убить из мести за гибель армянского вора в законе Андроника Арутюняна, Андо Хромой, Андик Масивский. Оказалось, именно Балян проходил подозреваемым по делу об убийстве законника в Ереване. Правоохранительные органы Армении подозревали Балина в том, что именно он заказал убийство Андика Масивского. Вместе с российскими коллегами армянские правоохранители проводили оперативно-разыскные следственные мероприятия для проверки этой информации. Напомним, что за убийство вора в законе преступный мир может мстить очень жестоко. Вор в законе Андроник Арутюнян был застрелен в Ереване в ночь на 4 июля этого года. В сети было опубликовано видеорасправы. Дележка денег. В армянской диаспоре предположили мотивы ликвидации чемпиона по тайскому боксу. Там полагают, что Ашота Балина могли расстрелять из-за денег. Вице-президент Союза армян Левон Манукян в интервью «Комсомольской правде» рассказал о своих предположениях относительно причин убийства боксера-чемпиона Ашота Балина. Он полагает, что спортсмена могли убить из-за денег. Скорее всего, мотивом стала дележка денег. Возможно, он был кому-то должен или, наоборот, кто-то задолжал ему. При этом нам о его связях с криминальным миром ничего не известно, сказал Манукян. Как удалось выяснить КП, бизнес у Ашота действительно был. Но созданное им ООО «Карат» официально существовало с 2005 по 2008 год. Чем занимался убитый после ликвидации компании, сейчас выясняют следователи. Также Манукян рассказал, что последние 10 лет спортом Балян не занимался. Он отказался и от идей тренировать детей. Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу по версии Всемирной профессиональной ассоциации, глава Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций Ашот Балян был расстрелян во дворе многоэтажки на Нахимовском проспекте. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Балян подъезжает к дому, в котором жил с семьей, на внедорожнике «Инфинити». В этот момент во дворе его уже дожидался киллер. Ашот был убит одним выстрелом в голову в тот момент, когда он выходил из машины. Опубликовано видео за несколько минут до убийства боксера-чемпиона в Москве. Как только Балян припарковал свой внедорожник и закрыл двери авто, к нему подбежал киллер и начал стрелять в голову. Паблик Мэш опубликовал видео последних минут жизни чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Балина. На ролике видно, как автомобиль «Инфинити» Балина подъезжает на парковку за несколько минут до нападения. По данным следствия, киллер несколько часов поджидал спортсмена у его дома. Тот возвращался домой вечером после работы. Как только Балян припарковал свой внедорожник и закрыл двери авто, к нему подбежал киллер и начал стрелять в голову. Сейчас известно, что выстрелов было несколько. В голову попала как минимум одна пуля, которая и стала смертельной. Наша справка. Ашот Балян, трехкратный чемпион мира по тайскому боксу по версии Всемирной профессиональной ассоциации, он 17 раз становился победителем различных международных соревнований. Последнее время он возглавлял Всемирную ассоциацию армянских спортивных федераций, также он был генеральным директором фирмы «Карат», связанной со спортивной сферой. В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Балина. Тело 40-летнего Ашота Балина нашли возле дома на Нахимовском проспекте. В Москве застрелен чемпион мира по тайскому боксу, глава Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций и Департамента спорта Всемирного армянского конгресса. По данным СМИ, тело 40-летнего Ашота Балина нашли возле дома на Нахимовском проспекте рядом с его внедорожником «Инфинити». Преступники обстреляли его автомобиль, Балян погиб на месте. Преступники обстреляли его автомобиль, Балян погиб на месте. Преступники обстреляли его автомобиль, Балян погиб на месте.